Соединенные Штаты и всех западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма. Ведут себя тоталитарно. Тоталитарно, да. Хотя устав ООН, где слово демократия не упоминается, но может быть оно и к лучшему, потому что там упоминается главный принцип, демократичнее которого нет ничего. А там написано, что ООН основана на суверенном равенстве государств. Точка. И вот это суверенное равенство государств, если кто-то обнаружит уважение этого принципа в любых действиях наших западных коллег, я готов номинировать этого человека на Нобелевскую премию мира. Пока же, что происходит. Если ты демократ, ты выразил свою точку зрения, твой оппонент выразил свою, ну дай всем остальным быть взрослыми людьми и определиться, за кого они, какая оценка, какая позиция им более понутру. Вот то же самое должно было состояться и в отношении кризиса на Украине. Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины, неизбежность нашей специальной военной операции. Причем сделал это не просто внезапно, а после долгих восьми лет, да даже больше, чем восьми лет, начиная с Мюнхенской речи 2007 года, многих-многих лет разъяснение Западу, что они рулят не в том направлении и подрывают все то, что они сами же обязались выполнять, включая неделимость безопасности в Европе, равный характер безопасности в Европе, неприемлемость того, чтобы любая страна укрепляла свою безопасность за счет ущемления безопасности другой. И очень важный момент, недопустимость, чтобы любая организация в Европе претендовала на доминирование в военно-политической области. Недопустимость. НАТО делала ровно то, чего делать нельзя. Это, кстати, вот принципы были записаны еще в 1999 году, в 2010 году их подтвердили, но все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты и премьеры, наканчивались сообщением о том, что, да, это политические лозунги, но юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все, что только может быть. Так вот, мы, тем не менее, долго объясняли и в итоге сказали, ребята, вы все услышали за то, что мы говорили долгие годы. Теперь мы вот приняли такое решение. Запад отреагировал негативно, осуждал. Ну, развивающие страны в своем большинстве сказали, мы нейтральны. Ну, так уважайте их нейтралитет. Запад же без преувеличения ежедневно своими послами посылает сигналы во все страны Азии, Африки, Латинской Америки. Не принимайте российские делегации, осуждайте, присоединяйтесь к санкциям. Подавляющее большинство стран себя уважают, поэтому даже маленькие государства, полтора-два миллиона человек населения в той же Африке, они говорят, да вы извините, у нас есть планы сотрудничать с Россией, мы их принимаем у себя, к ним ездим. И за это им грозят наказание. Ведь американцы, они чем знамениты? Когда они что-то тебе предлагают, то, что они от тебя хотят, то они взамен не обещают дать что-то тебе. Они говорят, сделай так, а то мы тебя накажем. Это высота, я считаю, вершина прагматизма, ну и цинизма, конечно же. Вот, поэтому нашей дипломатии есть чем заниматься. Постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь. Особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры. Я уже упомянул реальные факты. И тот же Столтендер, кстати сказать, путь к миру, это накачивание Украины оружием, чтобы она на поле боя победила. А сам Зеленский распространил, кстати сказать, план, какую-то формулу мира из 10 пунктов. Там эклектически наворочено все, что только можно, продовольственная безопасность, почему-то энергетическая безопасность, биологическая безопасность. Потом изгнание России за границей 1991 года, трибунал над Россией, выплата России репарацией и уже последним пунктом подписание мирного соглашения. Очень реалистичная инициатива. Я думаю, что Владимир Зеленский обладает в определенные периоды значительной фантазией. Так что западу теперь читать это произведение. Мы тоже готовим некоторую такую отчетность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить. А это не только военно-биологические программы Соединенных Штатов, от которых они пытаются открещиваться, врут, как всегда. И это не только прямое участие Соединенных Штатов в взрывах северных потоков. Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила. Так что многое о чем нужно вспомнить и показать, какими методами Соединенные Штаты добиваются своей гегемонии. А тем временем, наращивая производство оружия в Соединенных Штатах и заставляя Европу. У вас же есть обязательство в НАТО 2% ВВП тратить на вооружение. Вот вам покупаете это, вот готовый товар. Ну и параллельно экономически подавить Европу, это тоже, нет сомнений, входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимостью ее делать и оставлять суверенным во всем мире. Посмотрите, как только сейчас Макрон, Шольд стали публично высказывать озабоченность по поводу тех законов, которые американцы приняли для борьбы с инфляцией, которые на деле нацелены на то, чтобы перетащить производство в Соединенные Штаты. И такой процесс уже идет. Германская промышленность бежит туда, где есть льготы. Льготы эти однозначно дискриминационны, они однозначно направлены на подрыв европейской промышленности. Ну, да, вот исключительность работает. Ну и последнее, если говорить о Евросоюзе, как пытавшимся играть в свою игру, где-то пару-тройку недель назад Евросоюз подписал декларацию с НАТО, где сказано, все, что нужно НАТО, Евросоюз сделает. Вот так что американцы своих целей достигают. Это надо разъяснять и разъяснять погромче, потому что сейчас это все в Европе происходит, но уже простираются планы уже на Азию, и Столтенберг об этом говорит. В НАТО на Мадридском саммите в прошлом июне заявлено о том, что НАТО имеет глобальную ответственность. И те блоковые, военно-блоковые структуры, которые создаются против Китая, против России, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, всякие аукусы, курс на затягивание туда новых членов. Там же подвизаются такие великие тихоокеанские державы, как Великобритания и Франция, участвуют в учениях в Южно-Китайском море с явно провокационным антикитайским замахом. Ну и многое другое. Так что все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется. Она реализуется через стремление всех подчинить, я еще сказал, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США за счет эксплуатации других. Президент упомянул, что эти действия, конечно же, продолжают колониальные традиции жить за счет других.